Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я, ее ведущая, искусствовед Елизавета Зиновьева. Удивительное дело, в этом феврале в Петербурге откроются сразу две выставки, посвященные кинетическому искусству. И первую из них представит наш любимый манеж уже в эту пятницу. Выставка называется «Лаборатория будущего кинетического искусства в России». И сегодня у нас в студии ее куратор Юлия Аксенова. Юлия, здравствуйте! Добрый день! Юлия, расскажите, пожалуйста, что такое кинетическое искусство? Вдруг кто-то из наших зрителей еще не сталкивался с таким термином? Само слово «kineticus» переводится с греческого как «движение». То есть в основе произведения искусства лежит идея движения, трансформация, изменение, развитие. Это может быть как механическое движение, так и движение иллюзорное, связанное уже с моментом такого субъективного психологического восприятия. И, собственно, этому посвящена целая часть нашей выставки. Она называется «Лаборатория зрения». Если говорить в целом, какие виды, типы произведений представлены. То есть это скульптура какая? Это скульптура. Это какие-то мобили подвесные, которые движутся до новения ветра. Либо вещи, которые объекты, работающие средством мотора. Но, кстати, таких произведений не так много. То есть больше все-таки таких оптических иллюзий? Очень разных. Мы просто рассматриваем термин «kinetism» очень широко. И это одна из задач нашей выставки – уйти от такого очень узкого представления, что кинетизм – это обязательно что-то движущееся, мерцающее, развлекающее. Такое развлекающее. Да. Вот этот снять образ какой-то. Он, кстати, был всегда и у меня. Да? Да. Поэтому для меня эта выставка стала таким открытием. Настоящий действительно исследовательской лаборатории. Я знаю, что ваша выставка охватывает произведения кинетического искусства, созданные в России и в 20 веке. А вот почему в 20 веке художники так увлеклись темой движения в искусстве? Ну, вопрос, наверное, требует действительно очень простого ответа. То, что весь мир пришел в движение. Появилось так много, во-первых, новых технических приспособлений, включая стиральную машину, не говоря о киноматографе. Это во-первых. Во-вторых, очень много оптических приборов, микроскопы, телескопы, которые вдруг открытие очень многих научных. Там Кандинский говорит о том, что самое главное открытие, которое перевернул действительно ему вообще восприятие реальности, это то, что атом оказался делим. А, да? Да, и, в общем, все художники того времени вдруг стали воспринимать пространство в абсолютно изменчивом таком состоянии, в бесконечном движении, в потоке, трансформации. Очень много разных теорий появилось. То есть, да, технологии уже поставили художнику перед фактом, что мир не статичен. Да, и, конечно, в этом смысле мы хотели еще затронуть тему связи науки и искусства. Ну да. Потому что, в общем, кинетическое искусство невозможно без того, чтобы проявить этот контекст. Ну да, то есть были там футуристы в начале 20 века, которые тоже вдохновлялись движением, но у них просто не было возможности... Техсредств, да, абсолютно. Да, заставить свои картины двигаться. Да, они, конечно, к этому шли. А в 50-е уже все-таки мир дал художникам такую возможность. Круто. Ну, а все-таки приоткройте немножечко завесу тайны. Что нас ждет в Манеже? Какие там будут экспонаты, какие деления на выставке, разделы? Ну, начнем с того, что у нас четыре раздела. И я могу их перечислить. Лаборатория зрения. Второй раздел, таким наукообразное звучание у него, лаборатория искусствометрии. Третий раздел – лаборатория среды. Четвертый – лаборатория синестезии. Так, два сложных слова. Два сложных слова, действительно. Искусствометрия. Искусствометрия, да. Дело в том, что важно тоже сказать, что кинетизм – это такое синтетическое искусство. Это синтез различных форм мыслей, различных физических форм, форм реализации и каких-то пограничных исследовательских практик. И у нас в каждый раздел попадают одни и те же художники. Для нас это было очень трудным моментом. Сначала мы не поняли, как, собственно, группировать всю эту экспозицию. Потом поняли, что само произведение предполагает, что оно и визуальное восприятие каким-то образом динамизирует. И искусствометрия – это очень такой интересный термин. Это подразумевает то, что художники стремились найти какие-то идеальные формы создания своих произведений. Идеальные параметры. И вот этот идеализм такой, он, безусловно, присущ и эпохи евангарда, и эпохи 60-х, 70-х годов. Поиск некого идеала и в жизни, и в таких искусствах, и в общечеловеческих каких-то. Ну, то есть, условно, произведение одного и того же художника мы встретим и в одном разделе, и в другом. Да, да. И можем тоже по-разному на его творчество посмотреть, под разными углами. И здесь нет некой какой-то определенной последовательности. Нет очень четкого деления. Можно переходить из одной части экспозиции в другой, в третьей, в четвертой, и понимать некие связи закономерные. Ну, то есть, она не выстроена хронологически, как ретроспектива технического искусства. То есть, она глубже. Давайте посмотрим фотографии, которые есть. Это разные там работы, эскизы. И потом их обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здорово. Юлия, а можете в двух словах рассказать, что мы сейчас увидели, что это? Ну, во-первых, мы увидели очень широкий набор произведений, которые как раз рассказывают, демонстрируют размах нашей амбиции, нашей выставки. Действительно, может быть, их очень трудно связать сейчас вместе. И для кого-то будет это, наверное, шоком, что сопоставление некоторых произведений рядом друг с другом. Но мы в этом находили закономерности и старались показать какие-то связи. Но вот мне кажется, очень важным моментом, чтобы мне хотелось упомянуть, например, сейчас в начале ролика мы видели работы Августа Ланина, питерского архитектора, художника, исследователя. Потом мы видели работу, который работал в 60-х-70-х годах. Потом мы видели работу Анатолия Волгина, очень старую работу, 67-го года, которую мы сегодня воссоздали в другом масштабе, объеме, представили другую совершенно какую-то форму репрезентации этого произведения. Естественно, под руководством автора. То есть, касаясь Августа Ланина, мы сделали реставрацию его объектов, удивительных макетов, таких светодинамических конструкций, которые он когда-то создавал. И они пролежали там в пыли долгое время. В общем, сегодня мы представим это зрителям. И вот мне кажется, наверное, вообще для чего делаются выставки? Это для того, чтобы, наконец, показать какие-то вещи, которые были, может быть, забыты, или им не уделялось какое-то достаточно внимания. И вот мы хотели бы представить несколько таких работ, или даже блоков работ. Которые незаслуженно истории искусств были забыты. Окей, тогда вот если мы говорим про прошлое, историю, вот в названии выставки есть фраза про лабораторию будущего. Вот у этого направления в искусстве кинетического, собственно, искусства, есть ли у него будущее, или все-таки золотой век был в прошлом? Вы знаете, у нас же участвуют еще авторы современные, которые работают, так сказать, с сайенс-арта, да, работающие с новыми технологиями, с искусством таким машинным, технологическим. Дима Морозов, группа Стейн, еще несколько авторов. И на примере их мы как раз рассказываем о том, что те традиции, которые были там заложены в авангарде и были актуальны в 60-х, 70-х годах, они продолжаются. Мало того, у меня было очень удивительно узнать, что именно непосредственно связь поколений существует. Вот, например, Дима Морозов дружит с художником 60-х, 70-х годов, Сергеем Зориным. Он реконструил объект для СКБ «Прометей», известное очень казанское бюро проективное, которое занимало синтезом звука, света, музыки, создавало такие всеобъемлющие произведения искусства. То есть эта связь удивительным образом продолжается, да, и это не искусственно придумано. Условно сейчас кинетическое искусство, оно больше переквалифицировалось в такой сайенс-арт и технологическое искусство. Да, оно таким и было. Оно, по сути, таким и было. Просто по-другому теперь называется. Да, только теперь мы нашли какие-то способы эту волю четко артикулировать. И у нас на выставке, когда вы придете, у нас есть произведения, какие-то части аннотации, и очень много цитат, в которых как раз художники выражают смысл своих работ, своих поисков, и ссылаются на научные открытия, там, своего времени. Да, я поняла. Окей, давайте короткий блиц. Короткий блиц. Где вам больше нравится ходить на выставки? В Питере или в Москве? Мне нравится ходить в Нью-Йорке на выставки. Нью-Йорк, хороший ответ. Окей, современное искусство или классическое? Современное. Современное. Любимая книжка про искусство? Если одна такая, есть какая-нибудь? Сейчас почему-то Ван Гог в письма вспомнил. Да, чудесные. Да, чудесная книжка, письмо его брату, Тео. И такой вопрос на повестке дня. Оскар Хайкину Фениксу заслуженно или нет? Ничего про это не могу сказать. Не смотреть Джокер. Ну окей, поверим тогда Академии. Ну что ж, в студии Город Плюс сегодня была Юлия Аксенова, куратор выставки «Лаборатория будущего кинетического искусства в России». Выставка откроется в Манеже уже 14 февраля. И мы с Юлией приглашаем вас ее посетить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!